друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии да кстати по поводу хороших добрых веселых и интересных комментариев каждый день мне пишут обожатели лены а с чего ты решила что тебе должны писать такие комментарии еще раз хочу сказать о том что вот первая часть моего шапка вот это вступление да где я обращаюсь к зрителю я обращаюсь к своему хорошему доброму зрителю я не обращаюсь к своим хейтерам поэтому мои хейтеры можете вообще ничего не писать не переживайте я не обижусь я о вас вообще ничего не думаю ну что друзья мои в принципе вчерашний ленин ролик где в начале влога был вот такой вот знаете крик отчаяния со стороны лены вызвал очень большой переполох в том числе и на моем канале в комментариях люди разделились как всегда кто-то за лену кто-то против лены кто-то за машу с криками не трогайте машу кто-то за вову в общем друзья мои в итоге такое впечатление что знаете крайней оказалось я и только потому что сделала обзор по факту увиденного и услышанного еще раз хочу сказать тем кому что-то не нравится там вот вы там перестаньте делать как делала так и буду продолжать делать свои обзоры это даже не обсуждается и я говорю это все без толку как-то пытаться меня задеть зацепить какими-то там а вот тут а вот голос такой вот голос не такой а вот туда вот сюда вот и такая вот и хреновая вот и плохая это вообще все где к делу не относится я блогер обзорщик я уже на этом контенте уже четыре года поэтому как-то знаете все это даже не обсуждается но я что хочу сказать ребята я вот вы знаете почитала ваши комментарии и еще раз прокрутила вот эту ситуацию лена вот это начало ролика она действительно на эмоциях что уж послужило таким вот знаете моментом вот этой вот последней капли после которой лена включив камеру начала на камеру рассказывать называть тварями опять же она сказала и пусть та тварь которая взяла пусть они да потом было сказано они занимаются ухаживают за этими собаками и так далее то есть я уже вчера по горячим следам делая обзор на этот ролик объяснила что сначала было сказано тварь ну вроде как в контексте вова но потом было сказано слово они взяли они вот да и было сказано что у них там есть жилье и маша тоже переезжает и везде разрешены собаки я вот знаете смотрю на эту ситуацию опять же вот даже вот лена плачет лена сказала что она плачет ей было плохо у нее случилась истерика объясните мне пожалуйста зачем а тут же когда тебе плохо брать камеру и снимать весь этот момент еще на камеру целенаправленно проходиться по членам своей семьи по Вове по своей дочери Маше лени видимо было мало когда на Лизу посыпался шквал обвинений и оскорблений в адрес Лизы ну давайте по чесноку Лизу и так многие не очень-то так скажем и жаловали да потому что Лиза сама по себе Лиза никогда не пыталась угодить родителям прогнуться там под родителей да правильно и делала еще раз говорю Маша пытается быть хорошей для родителей пытается быть удобной и к чему это привело к тому что на Машу сели и ноги повесили этот крик отчаяния со стороны Лены я ее прекрасно понимаю потому что я сама несколько роликов назад несколько своих обзоров задавала вопрос а что будет если Маша свалит из этого дома вот собственно у Лены наверное именно по этой причине случилась истерика Лена преподнесла это так что вот Маша сказала да по поводу того что пристрой куда-нибудь собак ну правильно там одна зрительница написала вообще-то мы не знаем что сказала Маша ребят ну знаете я скажу так ну как бы наговаривать на родного человека это уже последнее дело но это мое мнение да возможно кто-то ведет себя по-другому но и я себе не представляю чтобы я взяла камеру вышла с соплями со слезами и рассказывала какие-то знаете неприятные вещи какие-то гадости в адрес членов своей семьи да в адрес там своего мужа своих детей своих родителей своей бабушки своего брата его семьи и так далее но это неприемлемо да конечно мы можем ругаться да конечно естественно это жизнь как говорится жизнь прожить не поле перейти но все это дело целенаправленно выкладывать на просторы ютуба зачем ты уже лизу подставила по лизе проходились у лена в комментариях мама не горюй что только там про эту лизу не писали из-за этой машины хотя через два дня уже машина стояла благополучно возле лениного дома все было хорошо лена вынесла всю эту ситуацию с расставанием я смотрю у них это семейная кто-то пишет вот Маша там тоже вынесла там эту ситуацию но да это же подростки подростки могут себя так вести знаете подростки могут вести себя по-разному в том числе как взрослые да и и взрослые тоже ведут себя по-разному но еще раз хочу сделать акцент далеко не каждый человек неважно подросток или взрослый как лена далеко не каждый мало кто вообще вынесет семейные разборки на всеобщее обозрение знаете в этом плане лена конечно прошлась и по вове назвав его тварью да и там видимо есть обиды которые они никак не могут решить проговорить какие-то ситуации ну и по Маше лена наверное думала что Маша будет постоянно бегать туда-сюда с работы домой без конца больная не больная да такая не не такая и постоянно за всеми ухаживать что-то там делать и так далее я вот читаю вот эти комментарии на канале своем на канале лены и на моем канале тоже пишут пусть отдаст собак а то она уже на последнем издыхании а я вы знаете вот смотрю на лену и до сих пор не понимаю что такого делает лена что она так упахалась что она не в состоянии выглядеть двух собак вы мне объясните пожалуйста чем вот напишите мне в комментариях прям не так что ты дура потому что вот мы тебя терпеть не можем потому что ты снимаешь на эту семью нет это не аргументы вы мне конструктивную критику да давайте и когда вы какие-то комментарии пишите вы напишите чем таким занимается лена где она так сильно упахалась что она не может выгулять собак что она не может ничего решить с этой ситуацией что она не может куда-нибудь в какой-нибудь вольер да в какую-нибудь клетку посадить эту собаку на ночь чтобы она ни черта не грызла ну или даже опять же да опять же на террасу эту собаку ну можно что-то сделать конечно можно было бы желание но гораздо проще правильно люди пишут собаки это контент это действительно контент потому что если раньше в основном была бытовуха и закупки то теперь закупок практически не стало за полтора месяца была только одна поездка по сути в магазин все теперь контент это собаки никто этих собак не отдаст я смотрю друзья мои вторая часть ролика там где уже лена значит прокричалась в адрес да подставив очередной раз членов своей семьи сделав это все на камеру скажите что за необходимость была это делать и рассказывать я вот плакала да мало ли кто из нас с вами плачет там всю ночь там или несколько часов подряд или вообще плачет да бывают и такие моменты но это не повод включать камеру и выносить опять же это на всеобщее обозрение лена намывает гриль и показывает противень который весь ребят просто засранный она и говорит ой он весь засранный но говорит это говорит не саша это говорит еще вова жарил я знаете смотрю на эту картину думаю нифига себе и вот это у нас наша перфекционистка которая говорит я не могу видеть какую-то там вот вещь не на своем месте да но как же ты допустила что у тебя вот такие вот такой засранный гриль противень все грязное засранное когда вова ушел уже прошло полтора месяца вы меня извините как это так можно вообще было это не помыть тем более она знала что к ней приедут друзья настя и саша да она знала это прекрасно ты приезжаешь вы там с людьми сидите тебе самой то не стыдно ты сама не считаешь нужным что можно прибраться ну в общем друзья мои у лены начался приступ золушки помните как она рассказывала как значит будучи подростком ее мама ну так правильно по мнению лены ее мама так правильно так правильно воспитывала но собственно это видно уже видно сейчас как ее воспитывала мама да и значит лена говорила что я могла засраться по самые уши но потом на меня нападал в этот приступ золушки и я все намывала видимо лена засралась и решила все в очередной раз друзья мои перемыть ну и конечно же продемонстрировать нам с вами вот любительница чистоты ну а далее далее начала рассказывать о том что вот есть такие впечатлительные люди они мол никак не могут забыть детские горшки в посудомойке да лена ты знаешь это было очень интересно это было очень сильно я бы сказала твои вот эти поварешки в кастрюлях когда ты варишь какой-нибудь супец и там вот эта поварешка плавится да пластиковая вот эти вот ленины яйца которые она варила вместе с картошкой да вместе с морковью но это так еще были я бы сказала цветочки но вот эти детские горшки которые там же мылись в посудомойке где моется посуда из которой вы потом едите да она говорит такое впечатление что эти горшки я мыла с содержимым в этих горшках нет но просто даже само понимание да что ты моешь это там же где ты моешь тарелки ложки и плошки ну согласитесь на что лена сказала что на самом деле посудомойка это очень многофункциональная вещь там можно мыть не только посуду не только детские горшки но еще и расчески да друзья мои представляете вот даже вот само понимание да да пусть и там потом все это дело на мощь в общем лена как расскажет хоть стой хоть падай вот всякий раз как я говорю складывается впечатление что она конечно делает это специально пытается вывести на эмоции тем самым своих зрителей чтобы они писали комментарии но с другой стороны понимаете ребят даже если она это делает ради хайпа устраивает вот эти вот трешаки то она все равно позорит себя и членов своей семьи то есть это невозможно не понимать да опять же на все это выносит на люди а потом сидит и говорит а чё нас типа вот обсуждают а чё про нас говорят а чё вот опять вот они там эти хейтеры и так далее ну да действительно далее мне понравился момент когда лена оглядываясь на джерри говорит ой везде везде говорит носится за мной говорит как хвостик везде носится ну как еще один говорит мой ребенок ну такой игре до года потом поправила себя и говорит ну от года до двух а понятно друзья мои все я поняла чем занята лена а то что я все спрашиваю спрашиваю чем таким занята лена что такого лена делает что она так упахивается и не в состоянии погулять с собаками самостоятельно оказывается у нее появился ребенок от года до двух друзья мои лен ты знаешь только вот мое мнение плохо ты следишь за этим ребенком вообще я бы сказала практически им не занимаешься и за ним не следишь если твой ребенок то диван прогрызет то пеленки сожрет то еще чего-нибудь сгрызет да то есть получается ты вообще такая мать которая не в состоянии следить присматривать за своим ребенком ну и друзья мои знаете в самом конце вот что хочется добавить да лена рассказывает вот все вот это вот показывает конечно же ее там начинают жалеть в комментариях у нее на канале и пишут лена да в конце концов да вы скоро свихнетесь да как это так да вот отдайте вы этих собак действительно и вот жизнь у вас наладится и вот я опять читаете комментарии мне хочется спросить вы такие наивные или вы такие вообще или вы вообще не смотрели ее обзоры да ролики вернее львы вам наверное надо посмотреть говорю те времена когда еще не было ни собак ни кошек вообще никого лена и тогда была мать так себе с большой натяжкой да я думаю те кто старенькие зрители лениного канала они ну старенькие в смысле и давние зрители да такие же давние зрители как и я я же давние зрители я смотрела практически вот самого начала я же даже еще обзоры тогда снимала но дело не в этом друзья мои дело в другом чем таким мне хочется спросить занята лена что опять же собаками и не погулять и вот пишет но это надо додуматься пятеро животных в доме так хочется спросить опять же на кой черт было тащить в дом пять животных зачем заводить животных чтобы вот объясните мне чтобы потом сидеть и оправдывать то что ты пытаешься этих животных отдать зачем зачем было заводить этих животных я не знаю взрослые люди я бы еще поняла знаете если бы это был какой-нибудь неразумный подросток он бы завел животных а сейчас сидит и не знает что ему делать но что лена что вова и мужи это уже взрослые люди и они прекрасно понимали степень ответственности в общем друзья мои лично для меня там никаких положительных персонажей в этом сериале нет от слова совсем всем пока